Наконец, после долгих приветствий заморских гостей, начался обряд пропивания невесты. Невеста подала каждому вино, и гости расселись в порядке диктуемом традицией. Начался ужин из многих блюд – холодца, мясного супа, рыбного пирога и телячьей головы. И это лишь малая часть яств, что сегодня подавали за столом. Всю неделю до свадьбы подруги и невеста готовили печальные плачи. Теперь пришло время опивально-величальных песен. Перед продолжением застолья вы решаетесь размять ноги и пройтись по нарядной горлице. Березки, да елочки, казочки идут. Гармошку играют, морозеньку мятут. Гармошку играют, морозеньку мятут. Ой, яблоня пудрявая, ой, бога! Зачем я любила такого дурака? Зачем я любила такого дурака? Зачем я любила такого дурака? Брось-ка досюда, а че перестань шали, Брось-ка досюда, а че перестань шли. Брось-ка досюда, а че перестань шли. И книга-то у нее чернушая, истинная сатана. Как глянула на меня, так я это, обомлел. Хотела на меня черта напустить. Ну, потом-то ничего. Говорю, щас как ударю на отмашь. Что ты там говоришь-то? Ой, мамочка, господ, батюшка. Сейчас я тебя сама на отмашь-то ударю. Или может, беса мне на тебя напустить все-таки? Ой, Василисушка, не губи ты его. Он дурачок, че с него взять так? Он и меня дразнил раньше-то с прошкой. Я-то знаю, что ты добрая. И знахаркой тебя называть можно. Акулина? Это тебя я от Прошки избавляла? Меня, Василисушка. Спасибо, матушка. Нечего этому бесяку и котой сидеть. Теперь Прошка на исправление пошел. Со мной путешествует. Помогает тебе, значит? Ой, как все сложилось-то хорошо. А это мой дружок Петрушка. Он так на дудочке играет, ладно. Эх, что умею, того не отнять. Еще будешь про меня небылицы рассказывать, нечем будет на дудочке играть, понял? Понял. Как тебе живется без Прошки? Ой, так хорошо. Лучше не бывает. Больше не говорит Бесяк из меня страшным голосом. Другие дети не потешаются. Спасибо, Васенька. Нравится вам свадьба? Ой, красиво. Песни такие. И все нарядные. Ерунда это все. Но у Николая вон форма какая баская-то. Ружье еще есть, наверное, это. Ой, я когда вырасту, все глаза выплачу, а потом веселье будет. У-у-у! Как твой дозор? Заметил еще колдунов? Все спокойно. Я на чеку. Соседи этого высокого плотника упали лицом. в свои тарелки и мирно посапывают. Думаешь, я их разговорами притомил? А нет, не в том дело-то. Нет во всей Пермской губернии молодца удалее меня. Ну, когда речь про плотницкое дело идет, да про выпивку. В остальном, надо признать, я не так хорош. Топора, стало быть, кормишься? Ага. Вот недавно струп в анборе отплотничал. Меня часто по уезду поряжают. Платили бы еще как следует. А так хоть чё смастерю. И лодку, и церкву. Я вон и плотництво с собой везде беру. Топорик верный. Уж никто тебя и не перебьет. Да я хоть пять штопов в водке хабарыснул. Хошь верь, хошь нет. Василиса Федоровна, помогай Господь. Знаю, я не сразу тебе поверила, но не права была. Ох, спасибо, Василиса Федоровна. Как и благодарить, не знаю. Возьми уж вот сметанки от нашей буренки. Ой, в добрый день тебя повстречали. Ой, Василиса, про тебя нам невеста рассказывала. Вот ведь мужика себе ухватила, ага. Ну-ка, тихо, сглазишь ещё. Да я-то неглазливая. Вон Вася подтвердит, ага. Но какой мужик-то солдат. Может, и меня бесят пускай уташит. Спасибо, что помочь, согласились. Понимаю. Нежданно у вас подруга-то появилась. Да ничего, она ладная девка. Словно знали её все эти годы. Жалко, раньше не объявилась. Не боитесь, что невеста-то подменённой была? А к чё бояться? Сейчас-то она обычная. Мало ли чё в жизни-то быват. Не она же бесячки стать решила. Судьба такая. Кого винить? Да к мать её разве что. Ой, да и она-то натерпелась под Менышем. Бог простит, так. Застолье ещё не окончено, но оно не продолжится без вашей команды. Застолье продолжается. Каждому гостю отведена величальная песня. После каждой песни принято одаривать исполнительниц деньгами. Приходит и ваш черёд. Звучит ты, княжая наша свашенька. Когда стихают звуки хора, к вам приближается девушка с подносом. Глаза всех исполнительниц расширяются от удивления. Вашу щедрость тут же отмечают хвалебной припевкой. Под конец застолья подают ритуальное блюдо. Селянку. Крупную запеканку с яйцами. Николай ловко отрезает кусок пирога и дарит традиционные деньги своей тёще. Застолье будет продолжаться до утра. Но дед Егор убеждает вас, что завтра предстоит самый ответственный день. Путешествие свадебного поезда на Венчане. Вы отправляетесь домой, немного отдохнуть перед рассветом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Звуки последних плачей стихают уже под вечер Подруги начинают облачение невесты в подвенечный наряд А вы решаете еще раз поискать порчу во дворе И там же встретить поезжан Вы спускаетесь во двор Без поезжан он выглядит мрачно и запустело Неудивительно, ведь много лет под этой крышей жила нечистая сила Вы вздрагиваете от неожиданного шороха Кажется, он шел от стога сена Но какого из них? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что-то шумело за этим стогом сена Или за другим? В сухой траве вы находите своих сидящих в засаде юных знакомых И хватаете обоих за загривок А ну-ка пусти Че вы тут затеяли? Извини, Васенька Мы не тебя караулим, а плохого колдуна Тут точно кто-то ходил Мы всю ночь дежурили Видели Прокрался И коту на свадьбу-то навел Ой, Господь Боженька Только б не котку Ничего, я тебя защищу, так Нече колдунам свадьбу обращать Что колдун сделал? Шептал Еще руками что-то делал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, он порченные предметы раскидывал Мы тебе их найти поможем, Васенька Сама-то она вряд ли Какого ты колдуна видел? Прокрался ночью Истинный сатана, Господь Богом клянусь Ворота сами отворились Утварь летала Бесы носили, стало быть А сам-то не похож на колдуна Одет, ладно, по-городски Он шептать что-то начал Быстро-быстро Да страшно-то Вокруг-то темно Не видно ничего почти Сама-то она вряд ли найдет Хватит свистеть! Это, видать, от колдунов дудка помогает Он избежал А мы решили еще и перепрятаться Вдруг вернется Ну, и ты пришла Ладно, помочь хотите? Так давайте Петька, ты в этом стоге Ищи горох на девять горошин Ты, Акулина, в том стоге ищи А я остальной двор осмотрю Все уяснили? Поняли Без нас-то точно не найдешь Хорошо, Василисушка Вы внимательно осматриваете пол К своему ужасу вы замечаете клок обгоревшей собачьей шерсти Вы убираете его приговором и с отвращением отбрасываете в сторону В сундуке лежит белоснежное постельное белье для молодых Пуховая сваха должна передать его в дом жениха, когда вы поедете в избу Внезапно вас окликает Петька Васька, Васька, я нашел, кажись Я тоже нашла следы порчи И у тебя, и у меня Много-то как А у тебя что, Акулина? Ах! Ну, не страшно, если ничего Я нашла, Васенька Тоже стручок Сколько порчи Здесь замешан сильный колдун Дети тревожно переглядываются Давайте сюда эти стручки Кто знает, на что еще способен наш враг Порча? Бесов призовет? Так и уморить недолго Вы вздрагиваете от резкого стука в ворота Дети с криками убегают в дом Эй, открывай-ка ворота Купцы заморские прибыли После нескольких минут торга Вы открываете ворота За невестой в избу подымайтесь А мне надо с Тысяцким побеседовать Что-то тебя тревожит, Василиса Я сейчас столько порчи нашла Кто-то сильный свадьбу пытается заколдовать Вы рассказываете деду Егору о своих находках Свадьбу теперь не остановишь Но почему? Подожди, я пойду Николаю расскажу Дед Егор силой хватает вас за руку Ну-ка, стой Ты ему судьбу хочешь испортить, что ли? Если сейчас поезд остановить У них вся жизнь может наперекосяк пойти Да, но что если нас остановят по дороге к Венцу? Вся эта порча неведомо как выплеснется На то и задача твоя, сваха Оберегать будешь поезд А если остановится Тогда да Что произойдет, один бог знает Нечего молодых тревожить Делай свое дело А я своим займусь Федьку новым заговором выучу И с него долг может быть Хорошо, дедушка Пойдем Благословить их надо на дорожку Все поезжане собираются в избе После благословения невесты и Николая Поезд отправляется в Вильгард В Троицкую церковь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ага Да Немногие возвращаются с того света Сама она не справилась Мы помогли Так и другие мертвецы Сами не вернутся Без тебя Калян-то не вытащил бы ее Ага Без меня и деда Егора Да вряд ли Знаешь, я тут думал Ты же и меня, можно сказать, то с того света вытянула Если б ты тогда в кабак не пришла Меня бы черти удавили Да, думаю, так бы и было Я слышал, че девки в Вильгарте-то говорят Что ты векшицы, ты не хотела становиться А сейчас-то стала Ну вот я и думаю Ты парню своему помочь решила С чего ты взял? Вы с дедом меня за дурачка держите А я кое-что понимаю Мертвецы, они сами-то не вернутся Как ведь ты говоришь Я-то тоже на посиденках бывал Видел, как ты его любишь Вот и решилась Васька, бросай ты это дело Да добра-то не доведет Ты эту девку вернула Так она и не помирала Под менеджем была Так? А я при смерти был А твой он все в земле А ты не выпеливайся, если не понимаешь ничего Погоди, че зазлилась-то? Я не шучу, да Я почти на тот свет-то заглянул Нет оттуда возврата У тебя бесики-то работу просят? Ага Сколько уже ты народу попортила? Не так много А дальше че будет? Они другие души на тот свет потащат Все голоднее будут Я так побывальщинки-то внимательно слушал Бесяки и тебя на тот свет стянут А за собой еще и крестьян-то не знамо сколько Может, ты и прав Бесы всегда работу просят Если им дать волю, они все вокруг сметут Но что мне остается? Говоришь, бесики меня погубят Ты еще не знаешь, что у меня на роду написано И что написано было у него Это еще неведомо, че написано-то, ага Но я сам решил за свою судьбу взяться У тебя-то свой удел Тройка мчалась, ее ты услышала Так на то твоя судьба Может, не обман-то был? А у меня не так все Помнишь, я Славки-то воровал Так это не первый раз-то был Много чего было Думаю, может и правда завязать с этой жизнью Хозяйством обзавестись Да, знаю, веселого-то тут мало Ты меня спасла, и я решил у тебя совета испросить Снатка все-таки Че скажешь? Так, Федька, я тебе давно говорила С удальством своим завязывать Ладно, постараюсь Старые заучки сложно уходят А там, глядишь, хозяйством обзаведусь Гляди, не забудь слова-то свои Я тебе как их забуду? Нет, я уже лечолик Федька ухмыляется и ударяет поводья Село Покча тонет в тумане А впереди лежит дорога до Вильгарта Вы думаете о том, что кто-то намерился Испортить свадебный поезд И наверняка не сдастся так просто После чего с тревогой озираетесь по сторонам И готовитесь к худшему Субтитры создавал DimaTorzok Извилистая дорога манит сырым туманом И таинственными тенями Что таится за ними? Какие духи? Вскоре вы добираетесь из Доброда Через студеный ключ Ваши и невести на телега С плеском пересекают водоем Но третью повозку ждет неудача Одно из колес подскакивает на подводном камне И все пассажиры падают в воду Вы осматриваетесь и замечаете во мраке глаза нечисти Федька бросает на вас вопросительный взгляд Что делать с отставшими гостями? Вы спрыгиваете с повозки и открываете черную книгу Федька передает в вожжи и тоже спускается Нужно отправиться в путь как можно быстрее Чтобы не отстать от поезда Гармонист пытается помочь наладить повозку У вас же другая забота Из темноты слетается стая бесов Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наконец телега починена Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вы словно впервые оказались на этом перекрестке. Вы решаете прибегнуть к ворожбе, поэтому быстро шепчите слова заговора и прислушиваетесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Слева доносятся колокольцы, справа стук топора, а впереди слышен жалобный плач. Продолжение следует... 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 Я могу оставить его в покое, но только если отдашь мне книгу! Но зачем тебе портить свадьбу? Все просто! Я могу забрать этот артефакт, только если ты ослабнешь! Если поезд остановится, порча может выплеснуться! Что произойдет, только Господь Бог знает! Конечно, ты так говоришь, чтобы я не мешал! Не будет ничего! Меня послушай! Это опасно! Очень опасно! Ты меня не испугаешь, Василиса! Или отдавай книгу, или поезд остановится! Так в вашем обществе-то принято! Притворяться вечно! Мог бы и со змеем мне помочь! Я хотел, но... Ты справлялась сама, и я решил посмотреть, что ты за колдунья! Посмотрел! Думаю, такая же сильная, как я! Я не хочу никому вредить! Мне всего лишь нужна книга! Ты знаешь про нее? Зачем она тебе? Что ты задумал? Не тяни время, Василиса! Послушай! Давай я обвенчаю молодых, а потом и сразимся! Зачем ввязывать молодых? Меня не перехитришь, Василиса! Я специально готовился к нашему поединку! Теперь, когда вокруг порчи мы равны! Я не могу отдать книгу! Сам ведь знаешь! Тогда выход только один! Дефонт-туа! otonляв noche ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ПРОЗОВ been brought to you by Dr Jack, Слач simple, А почему? А почему? Л Villa, Things were your friends. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...